Всем привет! В этот раз будет телевизор, который называется LG 55SJ930V. И этот телевизор является фактически флагманским в линейке 55-дюймовых телевизоров 2017 года, выполненных по технологии NanoCell. Напомню, NanoCell это тема, которая, собственно, достаточно нехило раскачала матрицы телевизоров компании LG, и за счет чего они стали ярче, цвета стали сочнее, точнее передаваться, и в принципе все заиграло новыми красками. Если вам интересно узнать об этом подробнее, по ссылке в описании есть ролик, где я вам рассказываю о возможностях как раз NanoCell против OLED. И, собственно, 2016 год там идет в клин, чтобы разбавить все эти технологические истории. Прежде чем мы продолжим дальше, я хочу вам напомнить, что неплохо было бы перейти в описание сразу и подписаться, там есть красная кнопочка, большой палец вверх, ну вы уже смотрите это видео, как минимум это достойно большого пальца, ну и, конечно же, поставить галочку на колокольчик, кликните по нему, и согласитесь с тем, чтобы вам прилетали уведомления, тогда вы будете видеть информацию о новых роликах в числе первых. А теперь поехали дальше. Любопытно, что в итоге этот телевизор, наверное, немногим уступает OLED, вот конкретно 930-й. Если к 8-й серии у меня там еще были вопросы, то компоновка 930-го уже вне всяких похвал. Если получится взять чуточку выше телевизора, то есть там 960-й и так далее, то, конечно, стоит это делать. Но здесь у нас максимально тонкие рамки. Нереально крутой угол обзора. То есть это, ну, заявленные 178 градусов, но, понимаете, вот я сейчас смотрю прям под самым-самым углом, но, в принципе, никаких искажений не вижу. Яркость даже с учетом, что у меня стоит свет здесь, у меня стоит свет здесь, у меня стоит свет здесь, и там еще сзади окно, да, огромное во всю стену, для того, чтобы в итоге высветлить меня, ну, это и заметно, ну, и параллельно с этим продемонстрировать вам, насколько ярок данный телевизор, потому что у нас идет абсолютно компенсация всех этих ярких лучей, светящихся на него, без проблем. Мне нравится то, что здесь достаточно аскетичный дизайн, то есть вот эта вот ножка, она красивая, прикольная, но она, в принципе, стандартная, вы ее видели во многих телевизорах LG, и здесь ничего такого сверхъестественного нет. Однако смотрится вот в купе вот такой телевизор, конечно, более чем достойно. Конечно же, здесь 4К матрица, то есть у нас 3840 на 2160, и это разрешение, которое, наверное, в 2017 году я могу назвать фактически эталонным, то есть стандарт для 4К. Параллельно с этим про технологии HDR не забыли. Десятибитное изображение поддерживается, и для раскрытия полноты ощущений от картинки мы имеем донастройку от Dolby Vision. Компания Dolby, соответственно, калибровала все цвета внутри данного телевизора. Естественно, это сыграло исключительно на руку данной модельки. Если будем продолжать про железку, то здесь у нас не много, не мало, а 4 HDMI, 3 USB, включая USB 3.0, ну и, конечно же, здесь у нас 120 Гц, и параллельно с этим есть возможность, например, для той же PlayStation 4 Pro или обычной PlayStation 4, Xbox One, скоро Xbox One X, собственно, снизить input lag, то есть lag задержки, 120 Гц, конечно, раскрывается более-менее в полной мере. Я пояснил. Игровые консоли 120 Гц не поддерживают, и, собственно, тут подключая, не подключая, толку-то особо не увидишь. Но за счет внутренних донастроек самого телевизора мы создаем эффект как раз возможностей много больших. И 60 кадров, тех же на PlayStation 4 Pro, почему я упомянул ее первой, смотрится в разы лучше. Любопытно то, что скорость работы данного телевизора аналогично крутая. Wi-Fi и хи 5 Гц, поддержка точек, все здесь на месте. То есть в полной мере можете пользоваться домашним облаком, собственно, как это делаю я, это видео сейчас идет с моего домашнего облака. Я бы еще, наверное, отметил то, что здесь, опять-таки, прекрасная железка для работы всех смарт-возможностей. И если мы запустим... Оп, я немножко укатил. Давайте сдвинем. Запустим тот же YouTube-чик, то запустится он буквально за считанные мгновения. Сейчас все это дело подкачивается, да, без проблем. И, собственно, можно включить мои подписки и посмотреть, что новенького есть у чуваков, которые снимают видео. Ну, вот, например, канал Зверьев разродился новым видео. Прекрасно. И вот настолько быстрое взаимодействие со всем остальным софтом, конечно, решает. То есть захотели посмотреть Иви, да, ну вот, правда, мне требуется его обновить, просто по нажатию одной кнопки на пульте. Ну, или же выбрать его в списке на домашнем экране. Пожалуйста. Любой другой кинотеатр. Пожалуйста. Какие-то дополнительные функции нужно переключиться, например, на HDMI без проблем. Здесь у тебя уже включена PlayStation 4 Pro. И включена она не просто так. Здесь у нас, собственно, технология поддержка HDR, конкретно Horizon Zero Dawn. Я уже показывал ее в одном из обзоров. И наглядный пример в том, что технология HDR и на LCD смотрится просто великолепно. Как выглядят лучи света, как выглядят полутени, полутона и так далее. Это, конечно, просто завораживает. Да, абсолютно несравнимо с тем, как это выглядит без технологии HDR. Ну и, конечно, я повторюсь еще раз уже, из-за в обзора в обзор, что, конечно, здесь играть одно удовольствие. HDR – это несколько такой новый шаг, новый экспириенс для абсолютно всех, кто играет. Потому что вы получаете такой, знаете, легкий next-gen по сравнению с тем, что вы обычно испытывали на стандартном классическом телевизоре. Поэтому HDR для игрушек однозначно must-have. И этот телевизор справляется с функцией видеоигр на раз, легко и непринужденно. Возвращаясь к технологическим особенностям. Здесь у нас установлено, собственно, два динамика по 10 Вт и два динамика по 10 Вт. Суммарно 40 Вт. Это называется Ultra Surround. Поддержка звука как от Dolby, собственно, так и DTS. При этом басы на месте. Это действительно очень хороший, качественный звук. Даже некий эффект объема можно создать абсолютно лишь на внутренней акустике самого телевизора. И согласитесь, это действительно очень интересный, правильный шаг, который наверняка сможет вас убедить в том, что покупка подобного телевизора – это правильное вложение денег, и не нужно там докупать, например, акустику и так далее. Конечно, чтобы получить максимально качественный звук, это необходимо сделать. Но, с другой стороны, для большинства повседневных задач звука телевизора хватит с головой. Ну, а по показателю звука – это у нас 2.2. То есть у нас два динамика и два небольших сабвуфера для басов. Но, повторюсь, звук прям шикарный. Мне очень нравится. Он и громкий, и чистый. Достаточно объемный. Приграться к нему у меня не получится при всем желании. По тому, какие поддерживаются истории с, собственно, антеннами и телесигналом. Тут у нас DBT2, собственно, и все остальные форматные стандарты. В этом смысле LG, конечно, большие молодцы, потому что их телевизор универсальный, фактически для любой страны. Вы меня просили показать, как работает, собственно, вещалка. Как я ответил вам в комментариях, здесь вещалка хороша тем, что вы все-таки должны, наверное, уже для себя решить, что купив подобный телевизор, у вас просто нет выбора на подключение какого-то либо IP-товая, как в моем случае, либо спутникового телевидения, либо, в конце концов, купить обычную антенну, любую, за 500 рублей в любом абсолютно магазине и использовать стандартный бесплатный пакет цифровых телеканалов. Да, конечно, есть эффект дообработки, и картинка отвратительной при 55 дюймах и 4К разрешении не смотрится. Можно включить эффект HDR, то есть, по сути, заставить телевизор отрабатывать цвета именно в HDR-диапазоне, собственно, как у меня сейчас это все и включено. Ну, понятно, это эмуляция, это неполноценный HDR и так далее, но телевизор с этим справляется крайне неплохо. Также у нас позоновая подсветка, то есть, как раз Edge у нас и говорит о том, что мы можем получить позоновую подсветку, то есть, где-то больше, где-то меньше, вот это вот у нас играет, за счет чего контрастность, конечно, вырастает в разы, и цветопередача становится много интереснее. Подводя краткие итоги, здесь есть все, 4 HDMI, что просто минимум в 2017 году, и здесь есть поддержка HDR, здесь супербыстрый Smart TV, ничего у нас не выгружается из оперативки, абсолютно мы можем перейти на тот же HDMI 2, максимально быстро получить поддержку HDR-контента, снова бэкнуться на какую-то там, не знаю, эфирку и все остальное. Пожалуйста, без проблем. Поддержка ARCA, да, здесь она присутствует, пожалуйста, тоже можно юзать, и на самом деле она прекрасно работает, так как она должна работать. И куча таких моментов, которые тебя, конечно же, подкупают, ты понимаешь, что перед тобой действительно очень быстрый Smart TV с кучей возможностей. Ты всегда можешь спросить телевизор, погода в Москве... Так, я немножко неправильно сказал, давайте перескажу. Погода в Москве... И получить, собственно, вот эту выборку контента, которая появится на телевизоре буквально в считанные минуты. Вот это все решает. Вот что важно в 2017 году. Любой тип контента, Smart TV, который упрощает возможности, работа с серверами, с домашним сервером, с облаком по Wi-Fi. И вот это все, плюс технологии самого экрана, 4K, HDR, 120 Гц, NanoCell. Вот это все реально работает как действительно премиальная технология, которой очень хорошо и приятно пользоваться. Надеюсь, вам понравилось, и был я более-менее информативен в плане данного обзора, и показал какие-то основные моменты. Даже эфирку, как вы просили. В общем, спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Внизу есть кнопочка, чтобы подписаться. Подробнее про этот телевизор можно почитать по ссылке в описании на официальном сайте LG. Ну и, конечно же, шарим данное видео себя в социальных сетях, если понравилось. Ну, а я пойду готовить новый обзор. Спасибо, что смотрели. Пишите ваше мнение в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok